Действительно ли Иисус заботится обо мне? Вы когда-нибудь задавали себе подобный вопрос? В отрывке, который мы взяли для сегодняшнего нашего изучения, Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 по 52 стихи, дается яркая картина заботы Иисуса. Видеть Его нежность и сострадание просто чудесно. Батцел Барретт Бакстер написал статью, заглавленную «Как уменьшить жизненные стрессы», и в ней он описывает такой случай. «Один мой приятель, очень занятой владелец телестанции, как-то в разговоре со мной со смехом сравнил свою торопливую, наполненную стрессами жизнь с жизнью двух мужчин, которые жили у него на ферме. Как руководитель высокого ранга, работающий в такой сфере, где постоянно приходится сталкиваться с конкуренцией со стороны других средств массовой коммуникации, он вставал рано, садился в машину и ехал из своего загородного дома в центр, весь день работал в большом напряжении и каждый вечер приезжал домой совершенно обессиленным. Однажды вечером, возвращаясь домой в особенном изнемождении, он свернул с магистрали на частную дорогу, которая вела к его дому, и, взглянув на озеро, принадлежащее ему, он увидел, как два работника его фермы рыбачат на его же озере. Он подумал о спокойной, без стрессов и волнении жизни этих людей и сопоставил ее со своей напряженной жизнью. Он даже поймал себя на мысли, кто на кого работает, они на него или он на них. Несмотря на свой тяжелый труд по обработке земли и уходу за скотом на ферме, они все же находили время для таких радостей жизни. Несколько месяцев спустя я прочел в газете, что он продал свою телестанцию и ушел на покой. Надеюсь, что и у него сейчас есть время на то, чтобы получать от жизни удовольствие. Далее Бакстер пишет. Большинство из нас предпочитает менее экстремальные способы бегства. Мы работаем целый год ради того, чтобы провести две недели отпуска в каком-нибудь тихом месте. Это может быть поездка всей семьей с остановкой в кемпинге, пеший поход с рюкзаком за плечами в одном из национальных парков или перелет на солнечный берег какого-нибудь теплого моря. Всю остальную часть года мы довольствуемся короткими выходными, когда кто-то летит самолетом в Колорадо, чтобы покататься на лыжах, а кто-то просто в течение нескольких дней отдыхает от напряженной повседневной работы. Многие серьезные люди говорят, что самая главная опасность для здоровья – это неукротимый, неуправляемый стресс. Все только и говорят о стрессе, его проблемах и о том, как его избежать. Люди могут перенести только определенное количество напряжения и стресса. Когда нагрузка на мозг и организм в целом превышает пределы, происходит срыв. Иногда мы смотрим на христианство однобока. Мы рассматриваем христианскую религию как постоянное непрекращающееся обращение к нашему чувству долга. Да, это действительно свойственно христианству. Но в тексте Евангелия также много прекрасных описаний тех случаев, когда на первый план выходит забота Иисуса о своих учениках, которым приходилось работать в трудных, напряженных условиях. Можно сказать даже, что то давление и то напряжение, которые сопутствовали работе его учеников, гораздо больше тревожили Иисуса, чем их самих. Тело и психика настолько взаимосвязаны, что когда одно выходит из строя, тут же отказывает и другое. Иисус понимал необходимость время от времени позволять себе расслабиться, пополнить силы и отдохнуть, и в течение своего служения нередко уединялся со своими учениками в тихие безлюдные места. Один из таких случаев описан в нашем отрывке в Евангелии от Марка в 6 главе, в 30 и 31 стихах. «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Фоном для этого отрывка служат не те стихи, которые ему непосредственно предшествуют и являются авторским отступлением, где Марк рассказывает о смерти Ивана Крестителя от рук царя Иродоантипы. Это стихи с 14 по 29. Стих 30 на самом деле связан со стихами 12 и 13, где Марк говорит, «Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли». Апостолы только что вернулись из своего миссионерского путешествия по городам Галилеи. Они видели, как через них Бог проявляет свою могучую силу. Они были взволнованы, обрадованы и полны восторгов от успеха и победы. Но эта работа была изнурительной и напряженной, и Иисус видел, что они нуждаются в отдыхе и тишине. Пустынное место, которое Он им рекомендовал, было отдаленным и безлюдным. Хотелось бы отметить, с какой силой Иисус поучает учеников. В греческом тексте сказано не просто «пойдите вы одни и отдохните», а буквально «пойдите для себя и отдохните». Он знал, что Его ученики, уставшие и без сил после напряженной проповеднической работы, нуждались в физическом и духовном отдыхе. Но отдыху, расслаблению и уединению, которых Иисус искал для Себя и Своих учеников, не суждено было состояться. В следующих стихах 6 главы Марк рассказывает, что произошло дальше. «И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда, пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус вышед, увидел множество народа, и сжарился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Стихи с 32 по 34. До этого конкретного места было чуть более 6 километров морем и около 16 берегом. В безветренный день или при сильном встречном ветре требовалось определенное время, чтобы преодолеть это расстояние на лодке. И поэтому, если идти по берегу быстро, то можно было преодолеть это 16-километровое расстояние быстрее, чем по воде. И, по-видимому, именно так на этот раз и произошло. Когда Иисус с апостолами вышли из лодки на берег, их встретили те же люди, от которых они пытались скрыться. Вот они стоят перед толпой, от которой хотели уйти, чтобы немного отдохнуть и расслабиться. Но Иисус не говорит народу, «Люди, подождите, дайте же нам восстановить силы, ну, хотя бы несколько минут, позвольте нам отдохнуть». Он поступил иначе. У него было сердце пастыря. В стихе 34 Марк говорит, «Иисус сжарился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Иисус и апостолы стали учить и исцелять. Наступил вечер, а людей по-прежнему было много. Никто из них ничего не ел. И тогда, рассказывает Марк, произошло нечто удивительное. И, как времени прошло много, ученики его, приступивши к нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в открестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнавши, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядом по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. «Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей» стихи с тридцать пятого по сорок четвертый. Как хотите, но это единственное чудо, приведенное во всех четырех Евангелиях. На примере этого случая мы видим совершенно разную позицию Иисуса и учеников. Прежде всего, это разная реакция на человеческую нужду. Когда апостолы заметили, что уже поздно, а люди устали и хотят есть, они сказали, отпусти их, чтобы они пошли и нашли себе что-нибудь поесть. Иисус же сказал, «Вы дайте им есть». Фактически, Он им сказал, «Мы здесь, значит, это наша забота, чтобы у них было что-то поесть. Мы решим эту проблему сами». Во-вторых, этот пример показывает две разные реакции на скрытые возможности человека. Когда Иисус попросил учеников накормить людей, они ответили, что им понадобится зарплата работника за восемь месяцев или двести динариев, чтобы купить достаточно хлеба для этих людей. Но Иисус не стал спорить. Он просто задал конкретный вопрос. Сколько у вас хлебов? Как вы думаете, почему Иисус задал этот вопрос? Хотел ли Он показать Своим ученикам, как малы их человеческие возможности? Иван рассказывает, что Андрей нашел мальчика, и из всех этих тысяч людей только у этого мальчика был с собой в тот день завтрак. Он состоял из пяти маленьких ячменных лепешек и двух рыбок. Боюсь, моя реакция была бы такой же, как и у Андрея. Он пришел к Иисусу и сказал, «Ну, Иисус, ну что это для такого количества людей?» Ячменные лепешки были едой беднейших из бедных. Ячменный хлеб был самым дешевым и самым грубым из всех видов хлеба в первом столетии. Две рыбешки были, вероятно, той типичной соленой рыбой, которой славилось Галилейское море и которую по размеру можно сравнить с нашими сардинами. Люди клали маленькую соленую рыбку на сухую лепешку и ели ее. Иисус, однако, взял эти пять маленьких ячменных лепешек и две небольшие соленые рыбки и сотворил с ними чудо. Те, кто недоверчиво относятся к чудесам, испытывают затруднения в этом месте повествования Марка, поскольку не могут поверить, что такое чудо действительно произошло. Они не верят в чудеса и поэтому придумывают всевозможные объяснения случившемуся. Одно из таких расхожих объяснений состоит в том, что когда мальчик отдал свой завтрак, совершив тем самым акт благородной щедрости, произошло чудо влияния. Люди, узнав о поступке этого мальчика, вытащили свои небольшие припрятанные запасы продуктов и, подражая его щедрости, начали делиться, таким образом накормив весь народ. Второе объяснение придает произошедшему духовный смысл. Согласно ему, Иисус закончил проповедовать, после чего достал пять ячменных лепешек и две рыбки, он прочитал над ними молитву и разломил их, и когда люди стали передавать эти кусочки друг другу, то они, будучи сыты духовным хлебом, которым Иисус только что накормил их во время своей проповеди, почувствовали, что совсем не так голодны, как думали. Таким образом, пяти ячменных хлебов и двух рыбешек оказалось достаточно для того, чтобы накормить десять или двенадцать тысяч человек. Конечно, ни одно из этих объяснений не имеет ничего общего с текстом. Оба они обходят стороной, избегают и уклоняются от того, что действительно произошло в шестой главе Евангелия от Марка. Иисус сотворил настоящее чудо. Он взял пять ячменных хлебов и две небольшие рыбки и чудесным образом превратил их в такое количество реального хлеба и рыбы, которого хватило для того, чтобы накормить десять или двенадцать тысяч человек. Тот же, кто не верит, что так оно и было, не верит и Библии в целом. Здесь Иисус пытается научить апостолов с открытым сердцем принимать Господни дела. После того, как народ насытился, Марк в сорок пятом и сорок шестом стихах говорит, что Иисус тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вевсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Еще один незабываемый случай описан в стихах с сорок седьмого по пятьдесят второй. Марк пишет, «Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле, и увидел их, бедствующих, в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевшие его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал им, «Ободритесь, это я, не бойтесь!» и вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо невразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. У иудеев было свое исчисление дня и ночи. Иудейская ночь начиналась в шесть часов вечера и длилась до шести утра. В течение иудейской ночи сменялось четыре стражи. Первая стража была с шести до девяти часов вечера, вторая с девяти часов до полуночи, третья от полуночи до трех часов утра, и четвертая последняя стража была с трех до шести часов утра. Марк отмечает, что данный конкретный случай произошел около четвертой стражи ночи, что соответствует приблизительно трем часам утра. Иисус был один на склоне горы у Галилейского моря, где молился в уединении. Около трех часов утра он окинул взглядом море и в ярком свете луны он мог увидеть, что поднялся ветер и крохотная лодка с учениками качается на высоких волнах. И он пошел к ученикам прямо по воде. В стихе 48 появляется любопытная фраза. Марк отмечает, что Иисус хотел миновать их. Я не знаю всего, что это может означать, но мне кажется, что здесь имеется в виду то, что Иисус в данном случае не планировал вмешиваться. Он хотел пройти мимо учеников незамеченным и предоставить им возможность справиться с этой проблемой с помощью своей собственной, еще не окрепшей, веры в Бога. Некоторые из нас могут прямо сейчас переживать аналогичную ситуацию. Нам может быть очень трудно принять какое-то сложное решение. Возможно, мы оказались в ситуации, над которой почти не властны. Мы можем грести изо всех сил, чувствуя себя всеми покинутыми, но нам необходимо осознать, что Бог всегда рядом. Ученики испугались, и кто из нас не испугался бы? Увидев Иисуса, они подумали, что это призрак. В ужасе они закричали. Иисус заговорил с ними. Эти слова снова и снова повторяются обеспокоенным, напуганным ученикам на протяжении столетий. «Ободритесь! Это я! Не бойтесь!» Стих 50. Это то, что необходимо услышать всем нам. Разве не так? Весь тот день апостолы наблюдали Божью силу. Но, как отмечает Марк, им по-прежнему было трудно понять, что все это значит. Завершающая фраза в этом отрывке говорит о том, почему ученики испугались, увидев Иисуса, идущего к ним по воде. Обратите внимание на стихи 51 и 52. «И они чрезвычайно удивлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Человек, имеющий предвзятое мнение, не восприимчив каким-либо новым истинам. Эти апостолы провели с Иисусом много месяцев, но по-прежнему не понимали, что происходит. Их ум все еще был костным. Они даже не поняли, что это было тем вечером, когда произошло чудо с хлебами и рыбой. Марк говорит, что апостолы не могли понять, какую помощь они могут получить от Иисуса, потому что их разум не мог связать эти два события вместе. Чудо насыщения пяти тысяч и способности Иисуса прийти к ним в разгар шторма по волнам Галилейского моря среди ночи. Чудо вечера, как основание для уверенности, исчезло за эти часы темной ночи. Марк говорит просто, ибо не вразумились чудом над хлебами. Они не поняли силы Иисуса, они не поняли его сострадательного сердца. Матфей, описывая этот случай, добавляет одну подробность, подчеркивающую значение того, чему Господь учит нас. Из всех апостолов у Петра, когда он увидел идущего по воде к лодке Иисуса, по-видимому, обнаружилось больше веры, чем у остальных. Его уверенность выразилась в словах «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Евангелие от Матфея, глава 14, стих 28. Смело, не правда ли? Ответ Иисуса был незамедлительным и состоял из одного слова приглашения. Он сказал «Иди». Петр сделал этот дерзкий шаг, потому что поверил. Он вышел из лодки и пошел по воде. Но тут Петр посмотрел на ветер и волны с другой стороны. Он отвел глаза от Иисуса и вспомнил об опасности, которую они представляли. А это всегда губительно. Начав тонуть, он закричал «Господи, спаси меня!» Иисус протянул руку и вытащил его. Обращенные к Петру слова Иисуса могут слишком часто относиться и к нам. Маловерный, зачем ты усомнился? Петр засомневался, потому что вдруг осознал, что стоит на воде и что никакая человеческая сила не поможет ему. И это до смерти напугало его. Он понял, что помочь может только Господь. Но вовсе не был уверен, что Иисус спасет его. Все это становится очень близким для каждого из нас, если представить, что эта лодка олицетворяет наши собственные человеческие способности, умения, помыслы и возможности. Первый шаг из лодки нашей собственной человеческой силы самый опасный, потому что сразу же за этим шагом опасность. И как только мы отводим глаза от того единственного, кто может нам помочь, мы начинаем паниковать. Мы говорим себе «Глупец! Что я здесь делаю?» Чувствовали ли вы себя так когда-нибудь? Говорили ли вы себе такие слова? И что это на меня нашло? С чего это я здесь? Вот тогда-то мы и начинаем тонуть. Господь по-прежнему говорит, как говорил на протяжении почти двух тысяч лет, «Человекам это невозможно. Богу же все возможно» Матфея 19 глава стих 26. «Пока я верю, у меня есть надежда. Невозможное становится возможным, если верить и повиноваться Господней воле. Ваша жизнь связана с Его замечательной жизнью посредством веры и согласия». Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. «Капли Сота» «Капли Сота» Субтитры создавал DimaTorzok